Я бы никогда не взял на себя смелость утверждать, не видя ничего, кто виноват и что с этим делать. Знаю я лишь одно, что нельзя подходить к таким подходам, когда говорят, что еще не успел рассеяться пароход дым, а все уже знали и так далее. На самом деле все всегда происходит гораздо сложнее. Средства массовой информации никогда не должны раньше времени выходить со своими оценками, выдвигать версии, потому что слишком все это сложно и на кону лежат человеческие жизни. В данном случае не успел самолет упасть, все уже говорят о том, что он упал из-за отказа двигателей, о том, что летчик уводил самолет от деревни, что он не успел катапультироваться и так далее. Я бы предостерег всех от вот этих преждевременных заключений. Ни в коей мере не пытаясь бросить тень на погибшего летчика Сергея Еременко, майора. Это человек, безусловно, высочайшей квалификации, воздушный ас. Говорить о том, чтобы он допустил какую-то ошибку в пилотировании очень сложно. И тем не менее, самолет лежит на земле. Он разбился, но двигатель практически цел. Значит, в руках у всех находится черный ящик. Не осмотрев двигатель специалистами, не осмотрев, не прослушав запись черного ящика, уже выдвигаются наши средства массовой информации, уже выдвигается версия об отказе двигателя, о том, что он не успел катапультироваться. Кто это знает? Это нужно обязательно сначала проверить. После этого только можно говорить о чем бы то ни было. Очень жалко и прискорбно, конечно, человека, который погиб, но, к сожалению, самолеты, они вообще-то падают. Падают они, несмотря ни на что. Когда мы садимся в машину, мы меньше всего думаем о том, что мы можем не доехать до пункта назначения. И тем не менее, это намного в тысячу раз опаснее, чем в тот момент, когда мы поднимаемся по трапу самолета. Еще более надежно, еще более качественно делаются военные самолеты. Я когда-то работал в молодости на военном заводе, который выпускал самолеты МиГ-21. Я видел, как их делают. Это очень сложный процесс. Там существует военная приемка. За каждым узлом, агрегатом, за каждой деталью там стоят люди, которые это выполняют. И есть человек, который это непосредственно проверяет, военпред, который расписывается на документах за каждый узел, за каждый агрегат и лично отвечает за то, если что-нибудь там произойдет. Поэтому говорить о том, что в самолете что-то было неисправно, что-то было поломано, что-то было не... Об этом, наверное, не надо говорить, потому что они очень надежные. Эти машины очень надежные. Что там произошло? Сейчас очень трудно отвечать на этот вопрос. Высокопалифицированные специалисты следили за изготовлением, за эксплуатацией этого самолета. Они показали себя как очень хорошие машины. Я бы не стал сейчас говорить о том, что, значит, у нас мы видим то, что, значит, вот отказали двигатели, что, значит, произошло то, что произошло. Поэтому, значит, сейчас, ну, наверное, пусть нужно дать времени для того, чтобы могли осмотреть двигатель. Он практически не поврежденный, упал, он лежит целый. И мы видим это на видеозаписи. Можно прослушать записи и просмотреть телеметрию в черном ящике, который тоже раскроет свет на то, что же все-таки произошло. А сейчас мы только должны чисто по-христиански, по-человечески, оскорбить о том, что погиб, ну, один из лучших наших летчиков. В общем, ничего я не могу сказать здесь, ничего не могу добавить.